сегодня с вами поговорим на тему как мы взяли две квартиры под флиппинг одну под аренду то есть хотели сдавать долгострой а другую начинать крутить и из нее создавать одну-две квартиры вот такая вот была стратегия и сегодня расскажу почему она провалилась чем давайте по порядку одна квартира у нас была на воронцовском бульваре это мурина самолеты ло застройщик а вторая квартира была вернисажа это кудрово вот в кудрово мы планировали ее продать на этапе котлована то есть когда то есть мы купили на на этапе котлована хотели продать когда будет сдаваться дом период переуступки по когда когда там прошло полгода нам сдали уже ключи по самолеты ло там все четко сработали застройщик просто в то время показывал качественную работу мы сделали там минимальный ремонт и заселили туда жильцов по поводу кудрово я пошел петербургскую недвижимость и хотел прицениться сколько будет стоить мы ее покупали за миллион пятьсот шестьдесят миллион пятьсот шестьдесят две тысячи шестнадцатый год был но я говорю про ценитесь там чего как но он говорит смотрите у нас по переуступки тут в очереди стоят самое минимальное миллион девятьсот но и такой думаю ангана год уже прошел тогда мы кредит брали по ставке эту ипотеку брали по ставке 11 примерно процентов то есть там бешеные были проценты и мы посчитав значит миллион девятьсот если мы оставим за миллион там условно гроши сот покупали 300 тысяч плюс переплата то есть получается для того чтобы нам хотя бы в ноль выйти там с учетом налогов там все прочего нам надо было 2 300 продать то есть 2 300 никто не давал то есть там но не было таких денег никто не покупал и поэтому мы чего мы расстроились и решили ладно бог с ним короче будем ждать сдачи и сделаем там ремонт и тоже продадим но идея там флиппинга чтобы быстро быстрые деньги будут ну такого не было и когда сдалась квартира там был ремонт white box помню мы туда вложили примерно 150 тысяч и в общем туда заехал мой мастер заехал мой мастер и там проживал ну постоянно что не отговорки были я там съеду я перееду мне там на время . нужно ну в общем там прожил где-то 7 или 8 месяцев ничего не заплатив а вот и потом вообще уже ушел ну куда-то свободное плавание ну я в целом не жалею принципе наверное правильно и вот получилось так что ни та ни другая квартира в флиппинг просто не сыграла просто невыгодно было и истории которые там мне друзья рассказывали что они покупали квартиры которые там дорожали и они продавали но у нас так не получилось и мы сыграли на продаже только в 2018 одну одну 2018 2019 году нам пришлось там налоги платить а другую мы уже дождались пять лет это в кудровскую мы дождались пять лет и и продали уже без без налогов но тогда уже рынок сам подрос и мы смогли продать 3650 3650 студия была небольшая когда мы продавали там типа продавцы риэлторы таки более нифига вы типа там хотите навариться отчего рынок уже вырос можно было за 4 и и толкнуть но мы решили как бы быстро крутануть деньги тогда мы уже поняли как делать флиппинг но многие эксперты говорят типа что нужно флиппинг делать на покупке то есть во время покупки вы должны отжать покупателя и тем самым заложить себе будущую доходность мы свою доходность закладывали именно на этапе ремонта то есть мы в ремонте делали ремонт красиво чтобы он выделялся то есть все квартиры которые у нас продавались по флиппингу они были красивее чем рядом стоящие у нас был там кварц винил елочкой положен там обязательно стены под покраску и прочные потолки штукатуренные потолки инсталляция чугунная ванная кухня мебель все новое никто не жил и такие мы квартиры продавали это пришло нам понимание так у нас пришло понимание не даже не с первой продажи первый флиппинг когда мы провели когда мы сделали квартиру тоже в кудрово вот тогда у нас пришло понимание что нужно что нужно делать ремонтик ну так чтобы он был красивый получается первые две квартиры которые мы купили одну мы продали самую первую из нее ну то есть мы даже не думали про идеи флиппинга а потом когда увидели рост цен мы прям забежали в последний вагон и купили себе еще две квартиры которые потом крутили по флиппингу о них будет попозже но в целом идея следующем что когда мы слышим какие-то идеи как продавать нужно недвижимость это не всегда работает то есть у нас не сработала идея что мы купили на котловане и продали потом перед сдачей дома такого не сработало и был даже наоборот случай вот я даже записывал видео когда мы продали без ремонта дороже нежели чем продали без ремонтов это видео где-то есть называется было выгоднее продать квартиру без ремонта как вам видео называется почему почему я так сомневаюсь до своих словах потому что видео я много чеканя каждый день вот но надеюсь может быть капельки там полезности какой-то вы для себя найдете и так доходность у нас приходит в мир тогда когда мы ее не ждем а когда мы ждем приходит только разочарование проблемы ну какие-то не предвиды не предвиды не предвиды непредвиды непредвиденности так всем всем спасибо оговорочки по фрейду были у меня так что в комментариях если хотите можете указывать все пока